Ну что же, всем еще раз здравствуйте, уважаемые зрители. С вами Рухаб, с вами Мила. Продолжение сегодняшнего игрового дня. Закрытые квалификации на Эпицентр Мейджор Регион Европа. У микрофона Милы Алиева и работает для вас студия Рухаб. Так, давайте смотреть. Сингулярити против Ачин Сити Еспортс. Сегодня мы уже видели игры и Сингулярити, а вот Ачин Сити Еспортс играли у нас на стриме вчера и целых, по-моему, три матча. Так, смогли, кстати, выиграть Ачин Сити Еспортс только одну игру против The Final Tribe. Это очень долгая была игра. Да, последний, седьмой матч был. Вот он был достаточно долгий, но все-таки Ачин Сити Еспортс справились. Там Райс Гинга был от Фтюна и Сингинга от Эдема, если я не ошибаюсь. Поэтому у них, в принципе, есть такие вот интересные заготовочки. Сегодня они удивили, наверное, очень многих зрителей, когда выиграли команду Ликвид. Но вообще по поводу этого матча я бы настолько вот сильные какие-то ставки на коллектив Ачин Сити Еспортс не делала, так как Ликвиды, они могли просто недооценить соперника, и они вообще на этих квалификациях играют очень нестабильно. Вы можете посмотреть по их очкам, в принципе, которые много. Сразу говорят сами за себя. Ну, придется поиграть на минорчике. Я думаю, что тем коллективам, которые будут на миноре, это вообще бы не понравилось, если они, конечно, будут продолжать в том же духе. Сингулярити сегодня также играли, как я уже говорила. Они играли против НИПов и выиграли их. Но вообще у Сингулярити пять игр и только одна победа против НИПов. Остальные все матчи, соответственно, не проиграли. Ну, а у Ачин Сити Еспортс статистика немного получше. Они выиграли вот благодаря сегодняшнему матчу против Ликвид на одну игру больше. То есть у них пять игр сыграно, две игры победы и три поражения. И давайте смотреть, что вообще, в принципе, у нас ожидается. Первое – это Doom, Grimstroke, Пангольер от Сингулярити. Шачило будет, наверное, на Пангольере. Значит, а, кстати, подождите, это будет связка Grim плюс Doom. Но обычно, когда берут Grim, тогда дома стараются делать с третьей позицией. Посмотрим, как делают Сингулярити. Ачин Сити Еспортс берут кунку. Есть Никс, Абадон и Пугна. У них ДМ играет на таких корах и на активных. Но на ДМ – это в мидер, господи. В Атюн играет на активных достаточно в героях, типа в Райс Кинга. Но может играть и, разумеется, на антимагах и так далее. Я вот даже не удивлюсь, если появится антимаг, потому что он уже играл на нем на этих квалификациях. И они поставят, например, Абадона и антимага на нижнюю линию. Антимаг будет просто стоять и бить крипов. Но, кстати, антимаг, когда был от ДМа, ему было очень сложно играть. Я вот помню этот матч. Он там очень мало умирал, очень хорошо фармил. Также был Абадон. Но в чем была проблема? Против него был Дум. И там были просто супер-супер жесткие герои против антимага. Вот там был Войт, Дум. Я как сейчас помню. Господи, все игры помнят до сих пор. Вот это память. Серьезно, это уже, получается, 11 матч, который я комментирую. И если так посмотреть, Ачин интересные очень бики показывали. Поэтому, наверное, я эту команду так хорошо и запомнила. Мне понравилось, что там был использован Санкинг в качестве мидера. Там ДМ реально интересно его реализовывал. Лонсор первым артефактом собирал. По поводу Сингулярити. Вчера у них был матч. Тоже первый, кстати, матч, который я комментировала. Это был матч против Альянс. Там без проблем, в принципе, Альянс с ними справились. Ну и вот второй матч, который мы смотрели. Это сегодня был против The Final Tribe. The Final Tribe выиграли их. И против НИП. НИП, соответственно, проиграли. Ну, как раз это вот Бо-1, С-рулетка, да? Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Джаггернаут. Так, хорошо. Решили через Джаггернаута попробовать одолеть. Имеется хил. Достаточно сложно Джаггернаута все-таки зафокусить. Чтобы убивать Джаггернаута, нужен какой-то мгновенный дэмэдж желательно. Здесь не сказать, что прям много мгновенного дэмэджа. За счет Кунки пытаться убивать. И непонятно, если Кунка будет, в какой позиции Кунка будет играть. Чтобы у нее уровня хватало вообще быть неприятным героем для Джаггернаута. Она в любом случае неприятный. Так как все-таки против тиммейта замечательная способность имеется. Продолжение следует. Антимаг. Я как предсказывала, так в принципе Ачинс сети и Спортс поступили. Ну, что значит комментировать уже о регион какой-то? Я, в принципе, смотрела все последние пики Ачинс сети и Спортс. Поспрашивала, с кем они играли, клан Вары. И вот как раз про антимага мне рассказывали. Поэтому антимага получилось угадать. По поводу Магнуса на последний пик. Здесь сразу такой подарок для Экскалибура. Соответственно, Экскалибру можете позволить не покупать БФ, а покупать сразу какие-то слоты. Типа даже, не знаю, например, Яшу вначале взять. А вот дальше против антимага ты должен делать определенный... Это билд. Я не знаю, на самом деле, что сделать Экскалибур. Будет ли делать Сашу и Яшу, будет делать какой-то манта стайл. Скорее всего, скорее всего, должен появляться обязательно башер, бабочка. Но это уже в глубоком лейте. Пока давайте остановимся на том, что у него есть Магнус. О том, что должны, если Магнус все-таки у нас... Саппорт, соответственно, у нас на Магнусе будет какие-то стаки. Обязательно стаки эншентов. Обязательно какая-то помощь в этом плане должна быть от ЕГЭ. Следующий матч, который будет на этом канале, я пока озвучу. У нас есть время. Это очень хороший матч. Поэтому вообще, возможно, как раз в этом матче очень много будет решаться. Но ладно, про это поговорим немножко попозже. Это будут НИП против Ликвид, потом НИП против Альянс. И опять же, Айчинс Сити против АДЖИ. Но АДЖИ, конечно, как-то бешено стартанули на этих квалификациях. Просто очень сильную доту показывают. Что такое Анна? Против... На секундочку посмотрю, АДЖИ пока никому не проиграли, потому что у нас... А, кстати, АДЖИ проиграли. Одну игру они проиграли. Не на моем просто стриме. Поэтому параллельно не получилось у меня наблюдать. Секунду. Приготовьтесь к битве. Поехали. Так, давайте смотреть, кто отправится в МИД. Здесь будет стоять Пангалер. Ну и ДМ, в принципе, очевидно на Кунке будет ему противостоять. Антимаг. А вот и нет. Подождите. А как они вообще сделают? Они не знают, как они отправят. Они сами не решили до конца. Они посмотрят, кто будет стоять в МИДе против. И тогда уже эту линию... Либо они специально покажут Антимага. И по-другому поставят лайнинги. Но я все-таки думаю, что Кунка останется. Посмотрите, он сейчас прошелся. И сейчас покажется. Такой. Я на секунду просто по закупу Антимага подумала, что правда захотят его оставить. Но они могли так захотеть. Вот в чем проблема. Шачила успел. Три руны достается СНГ. Пока мы смотрели на это. Здесь разбирались с Никсом. Соответственно, у нас мало того, что СНГ забрали три руны, так они еще и Ферстблат забрали на Леброне. Вот так вот. Прям, знаете, такой старт очень приятный, это мягко скажем. Разминают Абадона. Магнус с сапогом сразу, поэтому будет всегда его догонять, если будет необходимо. И Дум хочет отвести крипов, чтобы пачку слить. Это очень крутая идея. Только вот проблема в том, что пытается, конечно, Абадон всеми силами ему помешать. Если бы попытался кто-то еще, возможно, чтобы это и вышло. У нас все-таки лайнинг 2-1-2. Бьет до конца Шачило. Придется просто Фласочку тратить. Возможно, он даже... Ну, нет, сейчас тратить нет смысла. Попытался застопить, чтобы крипы развернулись. Как бы он не убил его такими темпами, если честно. И вот Фласочка. Ну, Фласочка далеко. Этот рейндж сбил Фласку, но, тем не менее, и пачка не встретилась под Тауэром. Зато сам Абадон погиб. Вот так вот. Считай слово, фраг для ИГМ. Магнус такой приятный бонус получил. Да, я бы тоже, на самом деле, типнула. Почему бы не типнуть в такой ситуации? Так, давайте по другим линиям пройдемся. А то мы просто на топе такие активные действия были. Что на другие линии мы не смотрели. Так вот, на боте. Никс и Пугна против Джиггернаута и Мипошки. Вообще, Джиггернаут и Гримстрок – это такая очень хорошая комбинация. Но, может, не такая сильная, как Лич и Джиггернаут. Потому что Лич еще может притянуть. И там замедление всегда работает. Сдалека можешь накинуть. Но поэтому здесь еще нужно попасть. А тут как бы ты своим щитом на Джиггернаута вряд ли на Лича можешь промахнуться, скажем так. Ну, урона зато, например, Грим может нести больше. Опа, приятно. Фаник добирает руну Регена. Прямо, знаете, то, что доктор прописал, пугно крайне зависимо от маны. Но жалко, у него там еще маны на самом деле было очень много. А вот и вторая смерть для Абадона. Это, конечно, кажется, что вот две смерти на Абадоне. На самом деле это полная ерунда. Потому что антимагу не мешал никто. Пока Абадон развлекал, бегал за Думом. Потом за ним ходил Магнус. Потом они там еще куда-то за ним пошли. Антимаг находится на первой позиции по Крепстату. И антимаг добивает всех Крепов без проблем под Тавером. Это вот как раз один из лучших героев для того, чтобы под Тавером добивать Крепов. Но это мое скромное мнение. Тут уже у каждого, может сказать, есть свои любители. Но анимация атаки у антимага одна из лучших в Доте. Это, наверное, факт. У каждого есть свои любимые герои. Я имею в виду анимацию атаки. Кому-то там очень комфортно на Урсе добивать. Кому-то там на Спикере. Но вот на антимаге, наверное, по большей части всем комфортно. Шачло оставили полностью без маны. Идти за ним до конца не очень хочется. Нет, они решили пойти все-таки. Зарезали. Вот опять, когда вот антимаг так вот клиниками делает, то мне кажется, вот как раз нужно включать вилата, где он говорит резать, резать, резать. Вот эта ситуация мне очень напоминает. Такие ассоциации будем сегодня играть. Что с волейболом был сегодня уже момент. Ну ладно, давайте переключаемся на игру. Более серьезное комментирование, все дела. Кунка в миде имеет крипстат 21. 22. Уже 22 в противовес. Хотелось бы сказать, какой крипстат имеет у нас панголер. Панголер просто ушел. Забрали Абадона. Еще раз, подумаете вы. Но ничего страшного. Зато дум остался без ресурсов. Дум придется уходить куда-то, там крипов вводить. А антимаг спокойно опять будет добивать крипчиков. И у антимага хороший уровень. Топовый крипстат. Как и у кунки. Кунка тоже с хорошим уровнем. Нападает уже на панголера. Кстати, ДМ мид выиграл пингвинчика. Ну, вообще, в этом плане кунка очень сильный герой. Против него многие милишники чувствуют себя не самым лучшим образом. Ах, кстати, промахнулся торрентом. Но вот есть, конечно, один герой, который против кунки стоит из милишных просто шикарно. Это Манки Кинг. Ну, не только Манки Кинг. Есть еще, на самом деле, Урса, например. По поводу Дарк Сира еще непонятно. Кстати, есть, если подумать, что герой милишного происхождения, если можно такое словосочетание в данной истории использовать. Мипошка. Все-таки достал до Пугды. А пойдут за ним дальше или нет? Мипошка замедлить. Рядом находится ИГ. И вот уже он Фаника находит. Но у Пугды просто побыстрее. У него 405 мук спит с одним сапогом. А здесь 353 с сапогом. Понимаете, какой это шустрый герой, мягко скажем. На самом деле, не только один сапог, здесь же Виндлэнс. Простите, простите. Простите. А, посмотрите, кстати, Дума убили. Тоже начинает типать, как... Типа ли Абадона. А вот здесь так же сделали уже. Типа шачло зачищает своего Абадона. Думаю, Абадон пока фраг сделал. Так, опять же, встречу. У них, мне кажется, какие-то отношения. Ну, в плане... Может, они друзья. Просто постоянно как-то... Именно Абадон с Думом развлекаются. И постоянно еще то один другого убивает. А! Ой! Ой, поаккуратнее, поаккуратнее. Был телепорт. Не зум. Нет, все нормально. Выводит крипов. Они все очень подкосаны. Подразмял немножко Дума. 20 скоростей передвижения. Попытается сейчас, возможно, какое-то нападение быть. Нет? Не будет? Ну, нет так нет. На нету суда нет. Никс. Какие-то стаки. Пришли, нашли. Ага, корабль. В принципе, почему бы и нет. Вот, вообще, решение шикарное. Ну, мы понимаем, что здесь Магнус старался. Может, даже не всегда Магнус. Но, тем не менее, кто-то старался. Они пришли и все зафармили. Вообще, все. Все до единого. Обидно. Для Джиггернаута так. Так, сантричок поставили. Мипошечка. Мипошка здесь уже не уходит. Ну, это еще такая... А вот то, что... Ладно, знаете, что Мипошка не уходит. Есть же еще стаки. И здесь еще приходит ЕГМ. Можно даже попробовать что-то с Кункой сделать. В такой ситуации. Здесь просто у него корабля не было. Иначе они сразу убили его. Вот, забрали все-таки Мипошку. Левел взял Магнус. Ну, я считаю, что разменять Никса на Гримстроука. Плюс они забрали вот здесь, в этой части карты, все стаки. И достаточно много стаков подбили в этой части. Поэтому я считаю, что они должны быть довольны. Можно, кстати, уже переключаться на Натворсы. Пугну свозил на базу. Мог бы еще поделиться с ним, наверное, еще и Ботлом своим. Но, видите, потому что разбил. Ну, кто же знает, что Аркейн Руну здесь разобьет. Вижена не было. Вижен как раз был у оппонентов, у СНЖ. Как, кстати, дела у пингвинчика, что-то его тут типают. Антимаг ни разу не умирал. У него все неплохо. По фарму видим первое-второе место именно у них. И идут вот так вот до конца за Абадоном. Абадона убили. Прыгают за Думом. У Дума есть манга. Поэтому, наверное, не знаю, насколько было целесообразно именно в Думу грызаться. Сейчас он еще улетел. Ну, уже, в принципе, можно было догадаться, как ты и понял, что телепорт сделали. Потеряли Абадона. Опять же, пятая смерть. Ничего страшного. Если умирает Абадон, значит, это только то, что не умирает Антимаг. Тем более, Абадон там не в соло где-то ходит, умирает. И на него тратятся ресурсы. Если еще какой-то Дум захочется Думу использовать на него, вообще будет шикарно. Там третий уровень, за него ничего там, третий, уже четвертый, простите, простите. Четвертый уровень уже не столько получают за него. Центральную башню сил света атакует. Так. Нападение на Никсаун. Сразу подстанил. Ну, не очень хорошо здесь все выйдет, потому что пингвинчик сделал гораздо все круче. Он прям... Посмотрите, сколько рост он прокатился по двоим. Идеально. Только дальше никто не умер. Скалибор. Все так, скажем, разменялись любезностями. Десятая минута. Ну, вот три руны Ачин забрали, поэтому я думаю, что для них плюс эта ситуация была. Скалибор. Собирает драмы. Это один из таких любимых айтем-билотов. Кстати, Миракл. Он часто вот собирает драмы и Майл Шторм потом делает. Ну, не знаю, будет ли здесь Майл Шторм, потому что, наверное, по-другому бы он собирался, если бы не было Магнуса в команде. Пока наличие Магнуса вроде бы неплохо. Два фрага, кстати, украл ЕГМ. Но есть минусы. Вот сейчас он настакал, когда они стакали, а забрать эти стаки не получилось. Обидно. Стаки нужно забирать как можно быстрее. Там, стакнул, сразу забираешь. Чтобы вот таких вот ситуаций, как с кункой, не было. Интересно, как дальше будет одеваться. Я думаю, что монтаб все-таки появится. Сбрасывать что-то. Может... А еще сам не решил, через что идти. Даже какой-то блинг потом будет. Монтаблинг, Монтабашер, Монта МКБ, если у антимага появится. Вот так нападает на Никса, очень агрессивно. На самом деле, не нападение было, это так развели немного, скажем, на какие-то способности. Может, Виндетту бы поражал Никс. На топе. Тавр. Тавр задонайт. Антимаг молодец. Вообще, очень такой, как бы сказать, идентичный кэрри. Очень аккуратно, постоянно играет. Нападение на Дума. Торрент. И тиммейт в конце, чтобы именно антимаг враг достал. Забрал. Достался именно ему. На боте, правда, убили Никса. Но сравнить Никса, который и так 0.2.1 был до этого момента, сейчас 0.3.1. И, разумеется, Дума, который все-таки по уровню и он по фарму повыше стоял. Это все-таки саппорт и хардлайнер. Банальные какие-то вещи. Поэтому гораздо важнее убивать Дума. Здесь, правда, помощь была от Кунки. Но, тем не менее, Кунка, кстати, собирается через Shadow Blade. В принципе, стандартный этой билд. Для Кунки у каждого, кстати, разные этой билды. Я, например, не могу сказать, что вот антимага мы не будем долго думать, когда будем сказать, ну, через что же будет собираться антимаг. Непонятно. Понятное дело, что он себе купит ПТ-шку, что он купит себе БФ, купит себе, скорее всего, манту. Уже тут некоторые, в принципе, там, бабочку сразу делают, если манта не настолько нужна. Но чаще всего манта, бабочка – такие стандартные артефакты для антимага. А вот по поводу Кунки все собираются по-разному. И даже мидеры. Если там четвертая позиция, понятное дело, то будет другой айтембелд. Но вот если мидер, то мы и армлет видим, да, и дайдаус видим сразу же. Скалибур поставил. Хилингвард. Замедлили Абадона, подрубили ультимейт. Мингвинчик ультимейт покатился. И, кстати, задумали у нас крайне неприятно. Просто сразу минус Кунка, минус Абадон. Сейчас еще можно будет и здесь Фаника забрать. Сайланс, они уже не пойдут. Нет, побоялись. Нет, побоялись. Дубл очень круто реализован. Прям максимально комфортно. Быстро забрали. О, и на Никса. Ну, вот это такая ошибка. Мне кажется, это ошибка девяти из десяти игроков в пабликах, да. Когда ты сто процентов не отдефишь никак тавр, но ты все равно стоишь в надежде, что у тебя что-то получится сделать, а ты здесь еще и милишник. И в итоге ты мало того, что тавр не дефишь, ты еще в это время не получаешь никакой опыт, не получаешь деньги, где ты не пушишь линию, не сплит пушишь где-то. Ты просто фидишь. Вот они так поступили. Ну, тут грех, наверное, Никса обвинить, потому что этим страдают практически каждый зритель этого стрима, каждый слушатель, каждый играющий в доту человек. Ну, есть такое вот. Ты хочешь что-то, может, как-то подстанет что-то вот. А на самом деле ничего ты не можешь. Фаник, очень хороший глиф. Дэм. А, здесь нападение на Пугну. Пугна добил тавр, то есть Фаник справился с его задачей, но... Какую цену он заплатил? Но ценой своей собственной головы. Да. Недолго. Недолго музыка играла, не только. Недолго Фаник танцевал. Почему-то сейчас, когда ценой своей собственной головы там сравнение идет, я сразу повспоминаю Неда Старка. Ну, от этого, наверное, уже никто не избавится. Пугна с линзой. Пока одна смерть только была у Фаника. Линза имеется. Ну, если еще есть, что линза транквилы, это хардлайнер, то, в принципе, неплохо. Конечно, хочется иметь какой-то артефакт еще а-ля EU. Ну, опять же, сбивать фокус и тому подобное. Может, даже форс, а не EU. Может, что-то такое захочет пугна собрать. Но это мы уже увидим в зависимости от ситуации. Вот, честно, был такой немного неожиданный фраг, но фраг и неважный. Хотя, на самом деле, я собрала. Фраг на самом деле важный, потому что у Магнуса приближался блинг, и вот они сбили тайминги. Сами понимаете, как иногда вот эти тайминги в доте могут решать. Наверное, это то, из-за чего попадение на Абадона. Подсейвить его здесь мало, вероятно, что получится. Скалибр так спокойно, не спеша, добивает его. И дальше выход в моно-стайл. Пугна. Но у Джиггернаута еще есть ультимейт, поэтому кунке нужно быть поаккуратнее. Ну, вряд ли, кстати. Я вот не знаю, заберет он кунку за ультимейт, маловероятно, потому что кунка плотная. У него стики 20 штук заряжены. То есть рядом находился Пугна. Маловероятно, да. Ну, он бы и не один там был. Джиггернаут выглядит пока очень сильно. Сейчас как раз время Джиггернаута вот начинается, по большей части. Потому что это антимаг пока не может драться. Антимаг БФ, антимаг Яша. Антимаг может начать драться, когда у него хотя бы монта появится. А вот как раз Джиггернаут с его способностями, тем более с артефактами, которые у него есть. Драмы, Яша. Он может себе позволить пойти и подраться. Я даже думаю, что СНГ зря не дерутся сейчас. То есть они дают время для антимага, который это время реализует с бешеным потенциалом, с бешеной скоростью. И банально это антимаг. Вы должны либо его убивать, либо он в конце концов убьет вас всех. То есть, например, если говорить про лейт-потенциал, я антимага гораздо больше боюсь, чем Медузу. Потому что антимаг даже не… у него есть опция не драться с вами. Он может просто банально вас засплитить, вам не дать собраться вместе. Кто-то улетит, он прилетит обратно, подрались, ужасно подрались. Все, на этом как бы история закончилась. То есть связочка и Карапасы успел подрубить. А иначе это было бы два… просто было бы совсем плохо. Ну ладно, Никса они и так потеряют. А вот то, что Пугна выживет, это хорошо. Опа, дабл дэмэдж. Просто райдкликом на Рошанщика. Дума, правда, нету. Но, кстати, Никс очень скоро реснется. И на самом деле… Не, с антимаг точно не захочет драться. Ну, пусть отдают, тем более, тот Джеккернаут. Да, с Омни Слэшем на Рошпите. Такое место, в котором ты рискуешь всегда оказаться в самой неприятной ситуации. Плюс против Магнуса с Блинком. Я бы на их месте явно не рисковала. Абадон подрубает ультимейт. Кунка полетел корабль. Джеккернаут сейчас в Блэдфюри раскрутится. И за доджет хотела бы я, чтобы было так. И в это время Гримстрок погибает. Но это ничего не решило. Потому что антимаг не прихотел бы в замес. И Джеккернауту достается Аегис. Ну, по-моему, это время для того, чтобы все-таки уже начать СНГ. Аегис есть. Есть РП. Есть Блинк для того, чтобы прыгать и начинать замесы. Как раз должны сейчас Ачин пытаться сплитом заниматься и не давать собраться вместе СНГ. Ну, а СНГ всеми силами должны все-таки начать заниматься тем, что идти вместе и забирать какие-то либо товара, либо что-то забирать. Вот, например, на боте у них Т1 и Т2 стоит, которые можно бесплатно. А они пытаются больше в деф играть. Но Джеккернаут, например, сейчас прилетел, потратил телепорт. А как вот внизу сейчас забрать табор? Зачем им на топ лететь, если они на ХГ не могут подняться? Ну, если... Нет, они на самом деле могут подняться на ХГ. Только при определенных обстоятельствах. Может, что-то дофармить хотят? Может, дождаться рун? Может, есть какой-то... А, Дума, наверное, хотели дождаться. Но, тем не менее, за Т1 я не думаю, что Ачин бы вообще стали драться. Вот как раз это время можно было использовать гораздо более интересно. Фанику сбивает телепорт. Фаник минус. Unstoppable Skyboard. И как раз это Т2. Ну, нужно, наверное, уже нужно идти за Т2. Против антимага. У них нет преимущества против антимага. У них преимущество в Аегис и 0 золота. По золоту даже Ачин ведут. Один плохой замес для них. Они всю игру эту проиграть могут. Против антимага. Ну, ребят, все играли против антимага. Все знают, что если антимагу вообще ничего не делать, а он сейчас сплитом начнет заниматься. Вот что самая большая проблема. Тем более здесь стоит тавер, а у них линия это вообще не толкается. Используют смок. И на Шрайн пойдут. Как-то антимага нужно цепануть через РП попытаться убить. У него не так много еще ХП. То есть 1500 ХП это вполне такие... Вполне цифры, которые можно убить. Так, вот кунка минус. Замедлить, замедлить. Хорошо, Абадон рядом. Постеснялись идти дальше. Здесь, конечно, экскалибру свой... Экскалибру... Экскалибру свой ультимейт использовать очень сложно. Ты смотришь, во-первых, Абадон, Тарахантимаг, который может идти, ну, еще Пугна. И Никс, который тоже может идти. Кунка, наверное, лучшая цель. Ну, или те, кто попадает в РП, чтобы Пугна не успела использовать свои способности. Просветка есть? Есть. Просветочка? Ах, не стесняется. Хорошо, РП потратил. Даже Тавр не забрали на боте. Для антимага просто пространство для сплита огромное. Даже ты делаешь телепорт на Т1 на 23-й минуте против Джаггернаута, который с Аегисом. Идите уже по боту. И давайте, давайте, надо давить. Не то, антимаг их всех порежет. И вот я опять хочу, чтобы, знаете, вот когда ты говоришь фразу режеть, чтобы кто-то вилата включил, резать, резать, резать. Так. А здесь поддержки очень мало. Здесь сейчас нету мага с РП. И один остался кунька. Практически урона с Омни Слэша не получил вообще. Ну и теперь связочка будет Гримм. Подходит сюда пингвинчик. Заберут. Забрали Пукну до этого на топе. Забрали здесь Абадона. Забрали Тавр. Ультимейт, конечно... Ну, Экскалибур, наверное, подумал, что я вообще ультимейтов не буду прожимать. Только потеря времени. Лучше как-то с руки буду бить или что-то в таком духе. Кстати, выбирает бабочку. Пока не покупает тебе блинг. Может, даже после бабочки непосредственно блинг появится. Ваша блинг... Ну, посмотрим. Тут, в принципе, вариантов очень много. Может, даже какой-то нулифа. Ну, ладно. Аегис закончился. Реализация Аегиса. Не сказать, что была самая успешная. Забрали хотя бы Т1. Он, кстати, закончился Аегис. Они сразу отошли. Но, я думаю, это связано непосредственно с тем, что РП нет. Дабл дэмэдж законтролировал. У нас Лебрончик забрал и ушел. Аганим, кстати, Никт собирает. И у него такими темпами он реально скоро появится. У Никса вообще в этом плане... Хотя вот раньше, когда таланты были другие, и таланта вообще не было, очень сложно было на Никсе оформить золото. Сейчас вот благодаря таланту 90 золота в минуту хотя бы как-то ты можешь выносить. И появился смысл Никса брать с саппортов. И сейчас Никс, в принципе, является одним из наиболее опекабельных персонажей вообще в доте. За него постоянно все дерутся. В принципе, плюсы его по 10 раз уже описали. И вот уже смог. Теперь антимаг начинает с командой ходить. А, антимаг вообще по-другому. Антимаг просто взял и купил себе скади. Поэтому с хп... Смотрите, в спину. Ох, и мипошку сразу зарезать. Мипошка не успела дать ультимейт. Пингвинчик покатился. А здесь вард пугны стоит просто идеально. Ну, я думаю, что здесь уже вайбек от Гримстроука. На Леброна пойти? Нет. Джиггернаут, Монта. Сбрасывают. Здесь торрент. Егэм пытается уйти. Егэму сбили телепорт. Все, магнус-минус. РП не было использовано. И не будет вайбека, потому что тоже нет. Джиггернаут, Блэдфюри. Ну, и вот уже нападают, как Риасачин. Я считаю, что Сингулярити уже упустились в свой момент. Нет, еще для них ничего не кончено, но... Антимаг 5.01. И они вообще ни разу не пытались с РП на него выйти и как-то убить. Хотя у них есть. И было чем убивать антимага. То есть особенно Грим в начале много неприятностей этому герою доставляет. Никса, может, сейчас заберут. Это он тут поживет, поживет. Еще подстанил кого-то перед смертью. Был просто форстав колдавний у Фанника. Иначе, может быть, даже получилось спасти. Но Скалибр тоже еще ни разу не погибал. Поэтому антимаг, по крайней мере, не 6 слотов. То есть можно драться. Хотя, если они не дрались до этого момента, то как они собираются драться в будущем? Идеальный вариант – это если Грим свяжет антимага после того, как он запрыгнет с каким-нибудь, не знаю, кункой. По ним дадут... Или даже не с кункой, а с пугной даже будет идеально. По ним дадут дум. И вот в такой ситуации. Но опять же, вот эта теория идеального замеса. Я не буду ее озвучивать. Все так прекрасно знают, что это такое. Но почему называют теорией? Потому что это всего лишь теория. На практике ты играешь против реальных людей, которые понимают, какие у тебя есть способности и гораздо лучше их контролируют. Нижнюю башню сил света атакуют. Чем в теории. Кунка. Кунка БКБ уже готова. Но ДМ остается без байбека. Хотя я думаю, что даже если по тому, как себя ведут СНГ, как раз Ачин могут себе позволить остаться без байбека, потому что как-то совсем они не пытаются даже зайти на ХГ и что-то в таком духе. Тум планирует покупку Аганима. Леброн очень мало денег остается до покупки Аганима тоже. И, кстати, у него через 2 минуты у этой денежки появится 100%. Но думаю, и так можно было подсобирать. Вот дайте ему. Важно все-таки для него. Да, вы видите. Дали ему денежку эту. Как-то не хватало. Вот сейчас они решили без Аегиса пойти. Бабочка появилась у Джаггернаута. Ну, как-то мобильность вроде бы есть, но без Блинка тоже как-то опасно. Хотя Блинк в основном используется, когда ты хочешь точно дать ультимейт в кого-то, а здесь еще непонятно в кого, вот как я уже говорила, давать ультимейт. И нету Рошана, но он появится через 10 секунд буквально. Помигали. Знают, что Ачин, что скоро тоже появится Рошан. И вот Абадон должен идти вперед. На Хайгрант опасно заходить. Они не знают, кто здесь стоит. Нужна вся команда. Никс только подходит. Как раз Никс должен быть первым. И вот используют смоки, и они пойдут вот так. Вот, наверное, нет? Или отправят кого-то в Сентричок. В Сентричок заходит у нас Панголер. БКБ у Панголера имеется. Стан минус. От Никса. Никс в Аганиме. Подстанил у нас Дума, но у Дума есть БКБ. Пошел корабль от Кунки. И задумили. Задумили антимага, что очень важно. Вот, наконец-то, эта самая теория идеального замеса сработала. Но, на самом деле, убить пока не получилось. Вот что важно. Это пока все-таки не агонимный ультимейт. Подхил еще имеется. Да, все. Антимаг эту драку пережил, а вот Магнус нет. Это даже с задумленным антимагом. Они потеряли Абадона. Ой, прошу прощения. Они потеряли Гримстроука. Они потеряли Магнуса. Кстати, обратите внимание. Ладно, я вам чуть попозже покажу. Вот на иконку Гримстроука. И Абадона. Почему я так ошиблась? Вам не кажется, что что-то не так? Я вообще первый раз об этом так... Хм... Задумалась даже. Я не обращала внимания, честно говоря. Но вот так ты смотришь. Сдалека вроде бы. Ну да ладно. Заходит на Рошана. Без проблем, я думаю, особых... Не хватает немного Владмирса. Я думаю, Абадон сейчас как раз может задуматься о покупке этого замечательного артефакта. Правда, денег пока нет. Денег нет, но вы держитесь. Вот что-то в такой ситуации нужно... Вадон, ты что-то иди, дружище. Сами знаете, как клэпают бывают эти Рошаны. Ну, если я... Я слышала, если антимага не убивать, не обращать на него вообще никакого внимания, то когда-то антимаг начнет убивать вас. И я думаю, это вот как раз яркий пример той игры, когда против антимага вообще не играли. Кстати, против пингвичка здесь очень... Кунка, он по игре очень хорош, потому что возвращает его постоянно на крест. Поэтому, в принципе, и БКБ появилось. Ну, не только по этому, конечно же. Птичий час будет сложнее. ДМ, БКБ дальше к Дайдаус хочет. Такого более-менее стандартного. Алибарда, драмы. Сырок ему подарили. Ну, может, сказать, он сам заработал на этот сырок, тем не менее, да. Тимаг подпушивает нижнюю линию. Я думаю, что они могут пойти и все внешние уже того разобирать. В миде, например, подраться. Правда, РП есть хорошее. Здесь замечательные способности. Здесь РП, здесь Дум. Здесь Дум с гримстроуком. Это как рефрешер прям практически. Байтит на себя. Они понимают, где находятся оппоненты. Поэтому здесь уже решили не драться. Позиция для них невыгодная. Если бы они все здесь стояли, как не очень умные ребята. А, они еще посмотрите, как решили эти мага так вот на крест. И, в принципе, ну, это стандартно, но... Понемножку, потихонечку. Опа, опа. Заберут. Заберут Пугну. Он вообще не успел не среагировать. Кстати, странно, что он просто не поражал юлу. Но разменялись на гримстроука. Пугна байбэк. Джиггернаут крутится. На крест посадили у нас Гигэма. И магнус сразу же минус байбэк, байбэк. Срочно. У него еще есть РП, которую нужно реализовывать. У нас, кстати, Тауэр-то стоит. Никс. Неужели отойдут? Байбэк же был потрачен от Пугны. Пугна сейчас подходит. Они вполне могут драться. Они сейчас перегруппируются. Пугна поделится своим здоровьем с антимагом. Просто Абадон умер, который обычно антимага сейвил. А здесь, соответственно, добить тавар нужно обязательно. И РП-шка. РП по троим. Кстати, здесь самое забавное, что вытолкнули лекса. Но это ни на что не повлияет. Сейчас кунг-корабль кинет свой. Антимага им и так очень сложно убить. Сейчас подкопали. Пангальера. Связка. Будет ли дум? А, уже дум-то был. Дум-то был уже. Без маны. Как же просто постоянно неприятно играть. Ты мало того, что играешь против антимага, так ты еще и против никса играешь, который тоже тебя постоянно маны лишает. Но, кстати, тавар стоит. Пока дефится. Сейчас слетают, правда, немножко подригеницы у нас антимаг на базе. И с айгасом опять начнется муторно. Вот это неприятно, конечно, смотреть, как медленно. Тем не менее, это, скажем так, на верочку. По большей части забирают тавар, стараясь не ошибаться. Почему бы и нет? Все, забрали. Забрали. Еще раз напоминаю, айгас не выбили. РП не было... А, РП было потрачено тоже. Господи, уже РП сюда же прыгал. И вывозит у нас никса. Ну, просто подстанил вообще всех. И добить Магнуса после байбэка. Ну, РП у него все равно не было. Поэтому сейчас прожали все БКБшки. Теперь идет антимаг у нас за мепошкой. Резать, резать, резать. Да, в исполнении теперь меня. Ну, а что сделать? Вилата, к сожалению, нет. Но если бы был Вилат, он бы так и сказал. Байбэк у нас от Гримстроука. Еще попробуй тут выбей этому антимагу сумасшедшему Айегис. Он, кстати, через 17-15 секунд опять может слетать. Да, зачем летать? Абадон подхилит. Пугно, если что, тоже подсейвит. Под щитком. Да, они забирают. Не знаю, как они тут вообще планируют драться в этом положении. Вы видели, как Сикрет забирают бараки? Они забирают только один главный барак, потом сразу отступают. И вот получил Doom антимаг. Но в какой смысл? Вместе с Никсом их тут дали Doom и Байегис. Doom сейчас в кулдауне будет 135 секунд. Вот, забирают барак. Ну и, в принципе, можно пойти, опять же, перегруппироваться. Помогите кто-нибудь Никсу. Там же рядом стоит антимаг. Он же постоянный. Это же бесконечный Doom практически. Нет, я его все-таки убили. Знаете, прям, смотрите. Вот эта картина могла бы иметь название «Неизбежность». Как-то что-то в таком духе. 36-я минута матча. Преимущество за Ачин уже 9 плюс тысяч. Никса сейчас забрали. Ну, давайте думать. Давайте. Джиггернаут 8.06. Его ни разу не получилось убить. Ну, только вот опять же, на предыдущей карте у нас был Морф от Альянс, от Мекки, который играл против Сикрет. И там тоже Морф ни разу не умер. Но, как вы понимаете, какой в этом толк, если трон упал? В принципе, я думаю, что примерно... Ну, здесь же гранату все-таки, я думаю, должны будут убить. Бабочка есть. Кстати, будет ли антимаг покупать себе? На антимаг купил себе просто башерочек. Башерочек. И дальше делает лингенцферу. Кстати, интересно, что он решил лингенцферу сделать, а не, например, МКБ. Потому что мог бы попросить там кого-то из тиммейтов этот артефакт купить. Кунга приобретает себе Кирасу. Очень быстро. На самом деле, слишком быстро и неожиданно. Они просто взяли и убили Магнуса. Магнус без Байбека. Тут я бы не сказала, что у него до этого были моменты с шикарными РП. Но, тем не менее. Стрейх он тогда ультанул. Форстаф. Но даже это не помогло. То есть, обычно Магнус очень хорош. С джиггернаутом, которому ультимейт реально решает, что-то может. А здесь ультимаг... Ну ладно, даже не ультимаги дело. Здесь как раз дело в том, что Абадон, Микс, ультимейт, Пугнат, Декрепифай. Ну то есть, его ультимейт не настолько опасен, как был бы опасен при других героях. Поэтому я считаю, что здесь, конечно, по пику Ачин просто оказались сильнее. Продолжение следует... Скорее всего, для того, чтобы сыграть на Верочку. И на самом деле, для... Как мне кажется, сигнулярить здесь эту игру уже мало вы... Я уже говорила про это, наверное, даже когда еще преимущество было на их стороне, что они эту игру мало вероятно, что выиграют. Как раз Ачин и Спорт себя хорошо показывают. И они сейчас будут на такой немножко на волне хайпа. Вот выиграли Ликвид. Вот еще против кого-то хорошо сыграли. Потом получат свою такую долю славы. Для них... Тем более, если плюс морали... Пока у них все идет очень хорошо. Антимак вообще уже ничего не боится. Чего ему бояться? Супер Башер есть, Байбек есть. Дождаться Рошана. И пойти заканчивать игру. Ну, кстати, можно еще... Вообще-то, можно еще Т1 забрать. Последний внешний тавер, который стоит... Ну, ладно, там в сторону забрали. Но думаю, что лишним еще один тавер не будет. Рефрешер для Дума. Агоним Дум с рефрешером, с гримстроком. Выглядит реально очень сильно. Вот даже звучит, насколько сильно. Если антимага задумить... Если задумить кунку, антимага и пугну, то, может, все и получится. Это все, к сожалению, не так-то просто будет реализовать. Так, у нас 40-го минута матча, поэтому рунки надо забрать. Ну, и здесь все руны достаются Ачин. Спортс. Быстренько сразу Вартик сломали. Иллюзии антимага отправил, чтобы подпушить. Но с этим не должно быть никаких проблем. Ну, и уже можно идти. Так, антимаг просто выжигает ману, разводит на какие-то способности. Связка от грима и туда не достанет Дум ультимейт. Ну, еще и пингвинчик ультимейт свой потратил в пустоту. Сейчас просто башики, башики. А, БКБ же. Ну, ладно, ничего страшного. Тем более, Рошан появился. Они в любом случае понимают, что сейчас нету связка грима. Сейчас нет ультимейта Пангальера. Можно пойти на Рошана. Взять, кстати, рефрешер. Я даже не знаю, кому рефрешер дать в этой ситуации. Тут редкий случай, кому рефрешер... Ой, Дум. Дум напугнул. И еще один Дум. И Дум, кстати, хорошо дал на антимага. Только вот антимага кому-то нужно бить, а не чтобы антимаг вот этим Думом еще избивал Дума. Ты понимаешь, твоя цель за Месси была запокусить антимага и дать ему Дум. Он с ней справился. Но какой в этом смысл, если команда не поддержала? Сейчас еще Пангальера цепляет. У него БКБ в кулдауне. Сейчас башка какой-то пройдет шальной, а может и не шальной. И это даже, кстати, я так понимаю... Ну все, да, супер башка. Он просто использовал, обизал. И байбэк только от пангальера. Сейчас антимага быстренько вернут. Антимаг там еще 6000 сверху имеет. Может ПТ-шку выложить и купить себе МКБ. А может Тараску. Ну, а может... Не знаю. А может просто пойти и закончить, как он делает. Безошибочная игра от антимага, могу сказать. Они спокойно делали то, что им нужно было делать. Разводили, даже не дрались. Тимаг фармил. Даже, знаете, вот как раз и антимаг здесь хорошо сыграл. Он не ошибался по большей части. Но, на мой взгляд, именно сингулярити в этой ситуации играли хуже. Вы понимаете, что вы играете против тимага, но вы против этого же ничего не делаете. Тут убили Никса. Но погибает пангалер после байбэка. Два байбэка была потрачена от магнуса гримстроука. Никс также байбэкается. В это время супер баша по джиггернауту. Наверное... А, нет, это просто бобаж обидал в кулдауне. Шачло БКБ просто на последней секунде прожимает омни-слэш. И как же обидно. Вот что такое обида-обид. Еще и фортстав. Просто на все способности развели джиггернауты. Теперь можно за ним пойти, кстати. Но антимаг прыгает за думом, а потом переключается просто на трон. Это уже такое просто тянут, ребята, время. На самом деле здесь уже очевидно, чем все это дело закончится. Используется глиф. Скалибр превосходит богов. Вы понимаете, что опять же у нас произошла такая ситуация, как с морфом. 10.06 заканчивает джиггернаут. Но толку трон-то. Трон-то упал. Обидно. Притом, опять же, две игры подряд. В предыдущие у нас играли Альянс. И Микки на морфлинге ни разу не умер. Здесь играл джиггернаут. И он тоже ни разу не умер. Кстати, антимаг тоже ни разу не умер. Но антимаг выиграл, а джиггернаут проиграл. В принципе, блейд потенциал. Я не знаю, на что можно было рассчитывать. Тем более, там пингвинчик играл в такой... Ну, пангольер, он как бы доносит дэмэдж. В принципе, достаточно неплохой. Но, тем не менее, переживали этот дэмэдж. Ачин сити и спортс. И мне кажется, что они очень хорошо зафокусили джиггернаута в плане пика. То есть, вот ты посмотришь сначала по пикам и видишь, да, какие примерно способности. Когда смотришь, как это работает. Как оба... Адонс здорово заходил, как пугно хорошо контролировал ультимейт. Пять раз его умер. То есть, даже со сложной линией урона много чина нанес. Даже больше. Фаник нанес больше урона, чем кунгкас мида. На этом мы с вами не прощаемся. На этом я буду комментировать. Следующий матч очень интересный, на мой взгляд. Нип против Ликвид. Интересный, потому что я до сих пор не понимаю, в какой форме Ликвид. И вообще, собираются ли они ехать на эпицентр. И вот как раз от этого матча я уже, в принципе, надеюсь, что мы будем отталкиваться и поймем, какие планы у Кура и компании. А пока небольшая музыкальная пауза. Если вам интересны результаты других матчей, и вы не успеваете за всеми матчами смотреть, я вам советую вступать в наше сообщество ВКонтакте, vk.com.slash.dota2.ruhub. Ну, соответственно, и уже следить за большим количеством матчей, чтобы успевать быть в курсе всех. Пока музыкальная пауза.